Привет, и сегодня у нас с тобой новенькая игруха, в которую я еще не играл. Она вышла в 2000-е каком-то лохматом году, я не помню в каком, можешь посмотреть, если тебе интересно. Называется она Астронор. Возможно, я даже неправильно прочитал, потому что я лохматый неправильно читатель. Английский же у меня, ты сам знаешь, перфект, прекрасен, обалденный. В общем, начинаем. Начинаем наше приключение. Мы находимся на космической станции. Я сажусь в капсулу и улетаю с этой космической станции. Космическая станция пока. Прощай. Она уменьшается, а я приземляюсь вот на эту неизведанную планету. Какая она странная. Вон там кучу всего интересного я увидел. Другие астронавты, видимо, приземлялись. Там, вон, смотри, тачка какая-то, там колеса и, возможно, это марсоход или что-нибудь подобное. Хотя мы не на Марсе. А вот и я, собственно, приветики, приветики, пистолетики. Вышли с капсулы и она резко трансформировалась в жилой модуль. Трансформации покруче, чем железного человека. Значит, давай я тебе все покажу. Ну, во-первых, жилой модуль. В него я могу заходить. Выглядит это вот так вот. Внутрь дома я попасть не могу. Я всегда сплю и живу в дверях. Не знаю, почему так. В игру играю вместе с тобой впервые и поэтому поиграл буквально только в начало, чтобы понять, что и как здесь происходит. Когда я нахожусь рядом с жилым модулем, то о кислороде можно не переживать, потому что он вырабатывается в этом жилом модуле. Если я отхожу, то, соответственно, начинает работать мой кислородный баллон на рюкзаке. Помимо кислородного баллона в рюкзаке у меня есть куча всего интересного. Смотри. Во-первых, здесь у меня есть мини-принтер. 3D мини-принтер, на котором я могу печатать все, что захочу. Во-вторых, у меня здесь есть пушка вот такая вот. Сейчас я тебе покажу, как она выглядит. Смотри. Хопа! Здоровенная какая буя! Ну и одновременно может уменьшаться. Тут вообще все увеличивается, уменьшается. Я могу носить огромные предметы у себя на спине. Самое главное следить за кислородом. Остальное все по бороде. Давай посмотрим, что у нас здесь. Это у нас станция. Это даже не станция. Это платформа, куда будут прилетать мои награды за выполнение заданий. Это у нас журнал заданий, собственно, который дает эти задания. Давай почитаем, что там написано. Давай почитаем. Опа! Награда. На посадку. На посадку мы задание это выполнили. Можем получить награду. Забираем. И сейчас сюда шляпнется награда. Пожалуйста. Следующее задание у нас. Что нужно сделать? Основы астронавигации. Распаковать генератор кислорода. Установить генератор кислорода. И бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, вот он. Смотри. Это у нас, по-моему, сам... А, это малый принтер. То есть, смотри. Есть маленький принтер у меня в рюкзаке. Есть малый принтер. Есть средний принтер. И есть большой принтер. Чтобы печатать огроменные предметы. Этот принтер я могу взять вот так вот при помощи своей мыши. Как телепатия, хотел сказать, телекинезом. Как телекинезом я могу вот так вот перемещать при помощи мышки предметы. Ставить их вдали, вблизи. Могу убирать их в рюкзак. Про что я тебе и говорил, да? Маленькие... То есть, большие предметы становятся маленькими и убираются в мой рюкзак. Когда остаешься из рюкзака, они становятся огроменными. С мой рост. Это мне вообще понравилось. Это очень удобно. Значит, принтер этот могу зацепить на здание. Но он не будет работать. Нам его нужно подключить. Значит, ставим его вот так вот. А подожди, если я его поставлю в другое место. Минуточку. Тут был такой хороший разъемчик. Разъемчик. Вот сюда, если я его поставлю. А, он будет все равно так же стоять. Ясно. Ясно, ясно. Значит, ставим его здесь. Нам его нужно подключить. Вот мы его поставили. Теперь берем вот эту вилку и тащим ее к нашему жилому модулю. Все. Генератор, точнее, малый принтер у нас подключен. Можем на нем печатать. Но не сразу. Сюда нужно какие-то ингредиенты потащить, чтобы из них что-то печатать. Ну, типа, знаешь, пластика. Для 3D принтера нужен пластик же. Вот и пластик нужно притащить. Эту коробочку открываем. Вот, собственно, сам кислородный генератор. Берем его и ставим сюда. Тут ему, по-моему, самое место будет. Все. Задание выполнено. Все подключили. Кислородный генератор тоже подключили к жилому моду. Будет мне счастье. Смотрим следующее задание. Ну, во-первых, мы заберем сейчас награду. Да открой же ты этот журнал. Вот, смотри. Мы сейчас получим предмет опоры и байты. За байты мы сможем потом покупать улучшения. Я тебе чуть позже это покажу. Классная штука. Взял задание больше воздуха. Установите опору под генератором кислорода. А, кстати, вот сейчас я тебе покажу, как это все работает. Смотри. Берем опору. Кидаем сюда. В мой рюкзачок, в смысле. Да, по башке себе дал. В рюкзачок закинул, конечно. Ну, прицепись ты. Иногда не сразу срабатывает, но ничего страшного. Смотри. Вот этот шланг с кислородом, который подключается ко мне. Я убегаю, он отключается. Это, конечно, плохо. Где ровер? Где ровер? Где ровер? Про который я говорил, что он марсоход. Нифига себе, это что такое поднимается там здорово? Это метерит летит, что ли? Или другая планета? Или солнце лежит? Какое у него громнее. Но он пролетел мимо нас, и значит, жить мы будем. И да, ровер, да. Ровер. Где тебя видел? Повыше бы как-нибудь забраться. Но он где-то был в этой стороне, по-моему. Где-то вот здесь. Да, вон там вот что-то есть. Вон там вот. Мы туда пойдем. А чтобы туда дойти и не задохнуться, а если мы задохнемся, то мы помрем. Это же логично. Логично. Нам нужны опоры. На первый взгляд смотрится какая-то как параша. Какие-то зонтики. Ну, опоры и опоры. Но на самом деле это выглядит вот так. Вот смотри. Использовать. Опа. Вот как эта опора выглядит. Это зонт, который цепляется к нашему жилому модулю. Сейчас, минуточку. Вот таким вот образом. Сейчас все увидишь. Сейчас все поймешь. Опа. И видал? И видал, что он делает? Короче. К этому зонту подцепляется шланг от нашего жилого модуля. А к зонту, соответственно, подцепляюсь я. И я могу, не переживая за кислород, путешествовать вдаль. Ну, естественно, расставляя эти зонты. Это очень удобно. Но если опоры закончатся, и ты убежишь далеко от зонтов, то ты все равно сдохнешь. Неутешительная. Неутешительная смерть. Так что опоры мы берем с собой. Вот так вот закидываем. И просто чешем. Единственное, что меня напрягает в этой игре, то что эти опоры я не могу доставать по одной штуке сразу с рюкзака. Нет, возможно, можно. А, можно. Можно. Вот, отлично. Все, а я теперь знаю, как это делается. До этого, когда я играл в первый раз для теста, я не сообразил, как это делается. Но теперь... Ух ты, он упал. Но теперь все в моих руках. Это хорошо. Ладно, пошли. С открытым рюкзаком бегать я не могу, да? Это прискорбно. Вот здесь вот ставим еще один модуль. Точнее, зонт. Ладно. Вот, кстати. Вот он мой мини-принтер. Вот они, байты. 500 байтов у меня есть. За них, за эти байты, я могу купить улучшения. Вот они, эти улучшения. Упаковщик, блок, какой-то малый принтер, который у меня уже есть. Опоры могу купить, чтобы их делать у себя в рюкзаке. И куча другого, всякого интересного, которое может печататься на больших принтерах. Вот смотри. Вот это малый принтер, который у меня сейчас на спине. Вот это средний, большой и убежище. Это все, что я смогу печатать в убежище. По всей видимости, до этого я еще не доходил, не сообразил. Ладно, все, бежим. Бежим, хочу посмотреть, что же там валяется. Что же там валяется? О! Это не ровер. Ровер, значит, где-то в другой стороне. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Ладно, сделаем мостик, достаем нашу пушку, которая умеет работать с рельефом. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Должно подойти. Да, когда я падаю с большой высоты, я могу разбиться. Несмотря на то, что мы находимся на планете, где есть гравитация, схожая с планетой. Ну, с Землей, я имею в виду. Но она чуть-чуть повыше или пониже. Пониже, наверное, да. Чем ниже гравитация, тем мы выше летаем. Ну, давай посмотрим, что есть такое. Это у нас исследовательское пособие Exodynamics. Чтобы открыть, восполните внутренний источник питания. Понятно. Вот розетка. Ее нужно подключить к питанию. Если я дотащить попытаюсь, то не получится, потому что у нее есть ограничитель. Вот, это максимум длины розетки. Окей, выкидываем. Значит, нужно сделать что? Я умею делать генераторы. Фильтры кислорода, малый контейнер, малый генератор. Вот, мне нужно его сделать. Но для этого мне нужны соединители. И вот это что такое? Вот это непонятно, что это такое. Короче, мне нужны соединители. Соединителей здесь полно. Я тебе сейчас их чуть позже покажу. А мы вернем. А, так вот они соединители, что я туплю. Вот они. Вот это вот и есть соединитель. Доставим нашу пушку и начинаем соединители собирать. Вот. Выглядит как... Не знаю. Ну, стрёмно это выглядит, конечно. На кислород еще, может быть, похоже на пузырчатый, да? Че, че? Почему я не могу собрать далеко? Кислород кончился! Кислород! 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 Заболтался! Твоё ж, налело! Почему я зонты не сделал? Короче, как я возрождаюсь? Скорее всего, в этом жилом модуле куча клонов моих есть. Если я погибаю, то возрождается другой мой клон. И бежит собирать остатки и все ресурсы, которые набрал первый клон. Прикольно, да? В общем, сейчас я бегу к своему трупу. Я бегу, 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 прыгаю точнее. Прыгаю, бегу. Стой, подожди, а почему? Где труп-то? У меня же тут труп был. Я че, не успел добежать? А, нет, вон он. Вон, вон, вон. Все лежит здесь. Вот здесь все лежит. У меня же тут... Вот это вот забираем. Цепляем. Соединительные элементы тоже цепляем. Вроде бы все забрал. Ничего не оставил. Все отлично. Так, прежде чем мы продолжим нашу работу, давай зонты сюда подведем. Потому что кислород кончается очень быстро. А дальше начнем выполнение заданий. Сейчас, минуточку. Мы отбились от курса наших главных поручений. Опа. Есть кислород. Идем дальше. Вот здесь вот надо следующий поставить. Бежим, бежим. О, давай-ка соберем. Чтобы генератор сделать. Кстати, помимо всего этого, я еще могу сделать и кислород. Давай-ка я тебе покажу. Где-то у меня тут был кислород. Малый принтер, рабочий фонарь, маячок, малый генератор, малый контейнер, фильтры кислорода. Вот. Для них нужна смола. Смола, смола. Вот она. Мы бегали, бегали, бегали вокруг нее. Собираем. Смола нам нужна в большом количестве. Вот так вот. Потому что она нам пригодится для задания, которое мы уже выполняем. Когда собираем смолу. Вот, видишь? Сейчас я выполню еще и задание. Собирая смолу. Есть. Все, смолу и органику собрали. Теперь я тебе покажу, как мой принтер работает. Смотри, смола есть. Делаем теперь кислородный фильтр. Смола уходит в принтер. И появляется у меня фильтр кислорода. Собственно, теперь я могу немного дольше находиться вне питательного шланга кислорода. Подожди. Мы хотели сделать генератор, чтобы открыть вот эту капсулу. Если это капсула общая. Давай-ка, 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 давай-ка. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Генератор нам нужен. Малый контейнер. Вот он, малый генератор. Делаем. Когда что-то делается, печатается и заряд нашего рюкзачка используется. Его может иногда не хватить. Значит, генератор... Ой, не то, достал что-то. Подожди. Подожди, Петри, беже-беже. Куда генератор улетел? Ты видел, куда генератор? Это фильтр кислорода. А генератор где? Минуточку. А, вот это малый генератор вот тут стоит. Все, подцепляем. Смотри. Он работает от органики. Органика это все, что есть на планете. Например, трава, цветочки, деревья, вот это вот растение. Я не знаю, что это такое. А это что такое? Ну, короче, вот это тоже органика. О, просканировать. Образец для исследования. Давай просканируем. Все, что я сканирую и для меня неизвестное... Точнее, когда я просканирую для себя неизвестное что-то, то я получаю байты за это. А байты, как мы уже выяснили, нужны для апгрейда. Все, генератор подключаем к вот этой штуке. Она сейчас должна открыться, по идее. Она заряжается, заряжается, заряжается. Генератор, можешь увидеть сверху, он использует органику. О, все, открылось. Срываем крышку. И здесь у нас, что это, образец для исследования. Какая-то технология. Получено байтов 422. Чудесно. Значит, генератор мы отключаем, он нам еще пригодится. Засовываем в нашу сумку. И пошли отсюда. Вот это, конечно, я могу переработать, открыть астропедию. Давай откроем. И тут написано, что я могу это переработать. Например, в шейдере. Перерабатывает обломки и ненужные предметы в лом. Лом нужен для того, чтобы чего-то строить. Значит, вот это, пожалуй, я с собой заберу. Это очень тяжелая, конечно, штука. Но, может, это как-то кинуть. Интересно, получится так, нет? Опа. Тихо, тихо, не прыгай. Сейчас убьемся же нафиг. Ты же не бессмертный. Так. Минуточку. Ой. Сейчас я себе здесь подъемчик сделаю. И заодно вот эту вот штуку всю соберу. А, мне оказывается, еще и соединение нужно собрать. Несколько штук. Сейчас. Соберем. Все. Соединение собрали. Че, 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 кислород, 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 кислород. Фонарь, 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 фонарь. Быстрее. Вот он, вот он. Фух, пронесло-то как у меня. Офигеть. Я думал, сейчас опять задохну. Так. Не знаю, зачем я это тащу. Неужели я это буду перерабатывать? Пускай будет. Ладно, пускай здесь лежит. Вернемся на базу. А, вот ты где спорядался, ровер. Пойдем к нему подойдем. Это тачка. Она не на ходу. Ну, колеса есть. Может, я колеса свистну. Оу-е-е. Оу-е-е-е-е-е-е. Что это такое? Это удлинитель. Давай-ка мы его свистнем. К себе в рюкзачок. Обломки. Давай-ка в астропедии посмотрим. Ну, блин. Тут тоже написано то же самое. Что это все можно переработать. Колесо. Не свистнуть. Короче, понятно. Этот ровер уйдет в утиль. Это прискорбно, конечно. Ну, что поделать. Все, мы вернулись к нашей базе. Сейчас посмотрим, что мы тут можем сделать. Оп. Оп. Задание. Я нашел все нужные ингредиенты. Больше воздуха. Установить опору под генератор кислорода. Да, это мы сделали. Мы несколько опор поставили. Прилетело что-то сверху. Вот это что такое? Малый контейнер. Сейчас покажу, как им пользоваться. Это как контейнер для пылесоса. Очень удобная штука, между прочим. Значит, ресурсы. Соберите соединение и смолу. Мы их собрали. Я тебе показывал, как выглядят соединения и смола. Смола это желтая такая фигня. Мы это сделали. И получили еще пару коробок. Теперь распечатка. Напечатать при помощи среднего принтера что-то. Или средний принтер к платформе подсоединить. Нужно будет еще. Угу. Ну ладно. Настало время что-нибудь напечатать. Принтер они мне должны были скинуть вроде как. Средняя платформа. Пока неинтересно. Средняя платформа. Это что у нас? Средний склад. Ясно. Склад, склад, склад. Пока коробки не буду раскурочивать. Там ничего интересного. Значит, при помощи принтера. Вот он принтер у нас. Осмотреть. Что-нибудь надо напечатать. Средний принтер. Соединение. Три из двух. Сидение. План хода. Ну-ка. Печатается вроде. Ухти. 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 Ну, у нас пол тачки есть. По крайней мере сидение. Мы напечатали. Еее. Пускай это все в коробке. Да, не. Надо распаковать. А то я потом забуду. Не так дофига коробок там стоит. Давай, открывай. Открой же эту штуку. Бабах. Вот оно сидение. Я могу в него сесть? Пойти. Еее. Поехали. Значит, осталось только саму тележку еще сделать. Сидение здесь. Давай мы, знаешь, как сделаем. Я сейчас открою склад. Склад выглядит вот таким вот образом. Это типа стеллаж. И на него сидение поместить можно? Нет, сидение уже поместить нельзя. А вот когда оно было в коробке, тогда можно было. Вот коробку, видишь, спокойно сюда на стеллаж закидываешь. Вот. Давай сюда. Так. Следующее. Контейнер. Контейнер, значит. Я его прицеплю сейчас к пушке. Пушка, доставайся. Да, блин, не так. Не так я хотел. Вот, смотри. Я его цепляю к пушке. Вот. 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 К пушке. Давай кверху. Вот. Я его зацепил. И теперь все, что я буду всасывать, будет наполняться в контейнере. Кстати, поскольку я напечатал на принтере что-то, что-то. Может быть, у меня и задание выполнялось. Напечатайте на среднем принтере. А, средний. Средний. А это же малый был. Все. Все логично. Давай посмотрим. Средний склад не то. Средняя платформа. Средний принтер. Пожалуйста. Ну, нужно соединение найти побольше. Пойдем-ка за соединениями сбегаем. Соединение. Вы где? О. Подожди. А, это я притащил. Я думал, еще одна капсула с исследованиями. Соединение обычно находится где-то в углублениях. Вот это там пещера, смотри. Вот это да. Вот смола, кстати. Надо ее забрать. Давай-ка заберем. Вот. Да. Вот. Хорошо. Она нам всегда тоже пригодится. Это можно забрать? Вот это вот. Просканировать. 17 байтов. Неплохо. Опа. А, вот они. Вон они соединения слева. Сейчас я вот это вот заберу. Вот они. Забираем. Вон там тоже забираем. О, вот это здоровенный предмет для исследования. Минерал. Пойдем-ка туда. Пойдем туда. Ё-моё. Куда это я упал? Минуточку. Я не хотел падать. Сколько тут соединений-то было закопано. Не кажется ли, что-то падает? Это солнце. Солнце заходит. За горизонт. Значит, как мне добраться вон до той штуки? Я могу это как-то? Походу, мне придется туда подниматься. Так, у меня почти полный контейнер соединений. Или что-то другого, я не знаю. Что там набралось? Или почвы. Да, контейнер для почвы же был. Мы и почва. Ага. И задание заодно выполнили. Нам этот контейнер нужно было почву набрать. И я сделал это. Новое задание. Инструменты. Черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт. Черт. Черт кислород. Я понял. Я понял. Я понял. Я бегу. Я бегу. Давай чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, вот цепляйся. Фух. 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 Блин. Немножечко увлекся. Надо будет опоры сделать. А, кстати, они у меня есть. Сейчас, подожди. Давай-ка мы сделаем вот что. Опору сюда поставим. А, далековато. Ясно. Если я поставлю здесь. Есть. Следующая опора у нас станет здесь. Ага. И еще одну опору поставим вот здесь. Все. С этим разобрались. Кислород будет тут рядышком. Если вдруг чего. Копай. Молодчик. Молодчик. Заходим сюда. Оп, оп, оп. И достаем вот эту штуку. Прям очень хочется. Ага. Так просто до нее не добраться. Слушай. Ее может снять можно? О, ее снять можно. Во, в руки взял. Прикольно. Ее нужно оттащить на базу. На базу, на базу. И там исследовать. Заодно я соединение взял. Давай, хватай в ручки. Ладно, я перекину ленивой ты жопа. Не хочет в руках ничего таскать. Напоминаю, что соединение добыл для того, чтобы сделать средний принтер. Для задания. Опять с кислородом трабы. Трабли, трабли. Вот так вот. Поскольку у нас исследовательского центра пока что еще нету, я его не сделал. В принципе, эту пигню можно и не тащить, наверное. Или, может быть, дотащить. Вот так вот. Ладно, побежали. Безим, 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 безим. Еее, я дома, я дома. Итак, смотрим задание. Я сделал, значит, что? Мы и почва. Я это задание сделал. Почву в контейнер собрали. Дальше, что у нас там? Распечатка. Вот, продолжаем печатать. Наш принтер. Среднего размера. Значит, средний принтер. Печатаем. Поехали. Интересно, как он выглядит. Если это малый, средний должен быть в два раза больше, по идее. Вот как он выглядит. Ну, такой себе, в принципе. Его нужно подрубить. Подрубить тоже к сети. Вот здесь вот, наверное, мы его подключим. Так, минуточку. Берем вилку. А куда его зацепить-то? Если его сюда не поставить. А, для него и платформа. Вот для чего платформы-то нужны были. Вот эти вот штуки. Средняя платформа именно для него. Да, наверное же для него. Давай здесь вот ее поставим и распакуем. Распаковываем среднюю платформу. Ставим на нее. Вот оно что. Да. И подсоединяем. Задание выполнено. Получил еще достижение. Новый сотрудник. Чего-то да там. Делаем камеру для исследований. Печатаем. На нашем среднем принтере. Смотри-ка, у нас батарейки здесь уже кончаются. У нашего убежища. Давай-ка мы свой генератор запустим. К тому же... О, и здесь батарея тоже исчерпала себя. Ё-моё. Сейчас у меня, может быть, не хватит на следовательскую базу. Сейчас мы посмотрим на это. Сейчас посмотрим. Ну да-да-да, питания нет. Оно кончается. Ну давай же, допечатай исследовательскую базу. Ладно, включу генератор. Включить генератор. И сразу же восполняется приток энергии. Это хорошо. И здесь тоже батарейка заполняется. Ладно, пока что терпим. Ги-и, готовченько, готово. Готово. Так. Генератор я, наверное, отключу пока. Мне нечего питать. И исследовательскую штуку эту воткнем даже не знаю куда. Давай ее вначале распакуем. Посмотрите, как она выпала. Ух ты ж, ё-моё. Она явно ставится тоже на какую-то платформу. Так, пойдем еще за одной платформой. Вот эту вот возьмем. Свистнем. И вот на нее мы сейчас поставим. Хотя она что-то маловато, эта платформа. Ставься сюда. Она, походу, на нее не встанет. Ага. Она на нее не встанет. Значит, надо сюда куда-то. Вот. А здесь она встанет. Здесь она встанет. Камера для исследования. Смотреть. Давай-ка я сюда сейчас затащу вот эту штуку. И мы попробуем это исследовать. Вот так вот. Чудесно. Втыкаем исследовать. Запустить. Ух, как все начинает там. Брю-брю-брю-брю-брю-брю. Как у железного человека. Как звали компьютера. Этот интеллект искусственный, который помогал железному человеку. Джарвис. Джарвис, да. Джарвис следует нашу вот эту вот каменюгу. А мы сейчас займемся почвой. Почва. Куда ее втащить? Ну, в смысле, не втащить, а поставить-то можно. А вот сюда мы ее поставим. На стеллажик. Хотя можно ее сюда прицепить. Смотри-ка. Вот так вот. Пускай в жилом модуле будет. Ну, что я тебе могу сказать. Игруха довольно интересная. Я бы хотел продолжить ее играть. Но все зависит только от тебя. Ставь лайк, если тебе понравилось. И подписывайся, если ты еще не подписан. Чтобы не пропустить следующих крутых роликов по крутым играм. На которых мы, собственно, с тобой и увидимся. До встречи!